А вы в курсе, что в Сочи уже продали более 10 тысяч карт Пальма? Это транспортная карта и ею можно расплачиваться в общественном транспорте. А еще лучшим школьникам в Сочи начали выдавать карты отличника. Обо всем по порядку расскажем сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и о работе общественного транспорта и ремонте дорог мы сегодня говорим с директором Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Ириной Горбачевой. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Начнем наш разговор с нового для Сочи проекта, который называется «Карта отличника», благодаря которому школьники, наши отличники, которые учатся на одни пятерки, могут передвигаться на общественном транспорте абсолютно бесплатно. Ну это абсолютно новый проект, расскажите, как он родился и вообще в чем его суть? Ну это совместная работа Министерства Департамента транспорта, перевозчиков и управления образованием города Сочи. Это пробный пилотный проект. Конечно, у нас значительно больше отличников в городе Сочи. Попробовали пока на 110 самых лучших, как опробует себя карта, как поведет себя школьник с данной картой, востребована ли она будет, конечно, в перспективе, и мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас появилась карта школьника и студента, немаловажно, чтобы была возможность. Но в чем особенность этой карты? На нее не тратится ни копейки бюджетных средств, это все делается за счет как раз транспортной компании, за счет компании, которая выпускает транспортную карту и перевозчиков. То есть каждый отличник имеет право воспользоваться в течение месяца 40 поездками в общественном транспорте бесплатно. Единственная задача была родителей, это активировать ее, положив на нее даже хотя бы 2 рубля на данную карту, чтобы она была активна. В чем особенность, в чем удобство любой карты, в том числе и карты отличника. Вы можете посмотреть в режиме реального времени, есть мобильное приложение, транспортная карта. Это пользовался ли ваш ребенок общественным транспортом, где ехал, в каком направлении, на каком участке, сколько потратил на работу. Это не одноразовая карта, этой картой можно будет воспользоваться и дальше, пользоваться ей как обыкновенной транспортной картой, просто пополняв ее и волноваться. Но у нас будет еще 3 месяца каникул, надеюсь, мы еще порадуем наших школьников другими проектами, совместные с компаниями-перевозчиками. Пока без бюджетного финансирования, потому что это достаточно большой объем требующих финансов. Но работаем мы совместно с управлением образованием и над новыми проектами. Может быть, отличников ГТО как-то отметим, точно так же транспортной картой. 110 карт отличника отправились в сочинские школы к лучшим ученикам города. В чем особенность этой карты? Здесь школьник будет пользоваться ей бесплатно, на ней можно в месяц осуществить порядка 40 поездок. Точно так же для активации карты на нее надо положить небольшое количество денег, хотя бы 2 рубля для родителей, чтобы карта была активной. Дальше эта карта у школьника остается и может использоваться как обычная транспортная карта, которую можно пополнять и использовать для проезда в общественном транспорте. Каждая поездка будет зафиксирована в телефонном приложении «Транспортная карта». Для родителей это возможность проконтролировать перемещение ребенка. Для удобства родителей, всех пассажиров, данной карты, школьников, есть мобильное приложение «Транспортная карта». И пусть никто не пугается, на карте указан нулевой баланс, потому что действительно денег на карте нет, это бесплатные поездки. И пассажиру будет выдан вот такой нулевой билетик, который является точно так же основанием для проезда. 110 отличившихся учеников выбраны не только по оценкам, но и по внешкольной нагрузке. Важным показателем оказались участие и победа в Олимпиадах. Учитывая, что карта называется «Карта отличника», на самом деле у нас в городе более 4000 отличников. В данном случае для участия в проекте критериями отбора послужили позиции не только отличной успеваемости по учебным предметам, а также победа в Олимпиадах всероссийского уровня, участие в научно-практических конференциях. И вот таким образом 110 человек получили карты и стали участниками нового проекта. Проект «Карта отличника» в Сочи создан впервые. И уже сегодня ученики смогли поехать домой после уроков за счет средств транспортных компаний. Это действительно подарок большой. Первый год такой. И о том, что ребята, которые отлично учатся, победители Олимпиад, получили такую возможность двигаться в транспорте бесплатно. И это, конечно, большой мотиватор как для ребят, так и, наверное, в первую очередь для родителей, которым большая такая помощь подспудная, финансовая, оказанная городом. Поэтому огромное спасибо. И я думаю, что с каждым годом количество таких ребят будет расти. Школьники отмечают, что эта карта по истечению бесплатных поездок все равно пригодится. Ведь позже ее можно пополнять и оплачивать проезд бесконтактным способом, забыв про наличные. Обычно я оплачивала наличными. И это было не всегда удобно, так как очень много мелочи в кармане. Она всегда звенит и как бы неудобно доставать. Но теперь есть возможность оплачивать карты. Это очень удобно, потому что достал, приложил и все. И мне кажется, для нас, для родителей, это большая финансовая поддержка. Я все 9 лет своего обучения в школе, учусь на «Отлично». И в этом году я стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. И благодаря этому у меня теперь есть возможность бесплатного проезда в муниципальном транспорте. Вопросы по использованию карты отличника и их распределению можно задать на горячей линии по номеру телефона, указанному на экране. Это здорово, что бизнес сочинский все-таки социально ответственный. Да, это немаловажно. И в таком проекте. Есть еще одна карта в Сочи, которая называется «Пальма». Ее тоже ввели для безналичной оплаты, но только могут пользоваться все сочинцы. Расскажите, пожалуйста, много ли продано уже таких карт, насколько она востребована? В настоящий момент продано свыше 10 тысяч карт. Хочу ответить сразу на вопрос, что с февраля прошлого года проект начинал набирать свои обороты. То есть с мая где-то по феврале этого года мы совершили больше 10,5 миллионов транзакций пластиковыми картами. Это большой поток, это большое количество пассажиров, которые пользуются. Ну, естественно, это понятное явление, когда к нам приезжают гости, жители других городов, они с удовольствием пользуются безналичной оплатой. Ведь в чем особенность тех аппаратов, которые стоят сейчас? Можно воспользоваться не только транспортной картой, вы можете воспользоваться любой картой любой банковской системы. То есть вы можете оплатить проезд сейчас 100% в любом пассажирском транспорте. Да, конечно, бывают и к нам обращения о том, что неводители всегда охотно принимают безналичный расчет, но в настоящий момент таких обращений с каждым днем все меньше и меньше. Мы работаем над этим. А чем все-таки отличается карта Пальма от обычной карты пластиковой? В чем ее, может быть, какие-то есть преимущества? В прошлом году была очень ура воспринята совместная акция, когда по транспортной карте проезд стоил на 3 рубля дешевле. В этом году такие же акции планируются со Сбербанком. Более того, мы сейчас рассматриваем совместный проект со Сбербанком для перевода в социальные категории проездные бумажные. По ним очень много конфликтных ситуаций. Достаточно много в настоящий момент их подделывают, проездные билеты. У водителя происходит неприятная ситуация с пожилым населением, с пенсионерами, с уважаемыми людьми. Кто-то не хочет предоставлять документы, которые дают право на льготу. В связи с чем и было сейчас принято решение пересмотреть вопрос именно о переводе. С помощью Сбербанка все вот эти проездные билеты бумажные на пластиковую систему. Мы очень надеемся, что нам удастся запустить это хотя бы к курортному сезону или начало учебного года. Вы сказали, что безналичный проезд сегодня действует абсолютно во всех автобусах. Вот уже прощитный какой-то экономический эффект? Может быть, выручка поднялась у транспортных компаний? Считали как-то экономику? Ну, вы знаете, как говорят, любой кассовый аппарат не приносит прибыли. Это форма оплаты. И сказать о том, что у нас насколько-то увеличилась выручка, наверное, более систематизировалась. Мы можем разделить пассажиров, мы можем более точно прочитать пассажиропоток, потому что по транзакции дают возможность отслеживать, куда больше едут пассажиров, в каком направлении более востребованный транспорт, потому что мы видим даже на пригородных маршрутах, где более востребованный транспорт, в какое время. Это как бы такая возможность нам более точно иметь статистику именно по перемещению граждан. Это немаловажно. Многие вопросы задают. Вот, сформированная маршрутная сеть. Да, согласно требованию действующей законодательства, сейчас очень сложно изменять маршрутную сеть. 220-м федеральным законом после его принятия были приняты исчерпывающие меры, в большей степени обезопасивающие именно малый бизнес, перевозчиков дающие, ну, чтобы не было наложения маршрутов, чтобы не было большого количества машин на линии, как ранее это было. То есть перевозчик защищен. И данная мера, в том числе и безналичка, дает нам возможность обоснованно сказать, что да, требуется дополнительный транспорт, большой поток, много людей пользуется. Чаще всего выходит для нас, как для департамента, это большое тоже подспорье. Ну и перевозчикам более удобно, наверное, потому что все-таки наличка, она всегда вызывала определенный дисбаланс, когда руководитель говорит, да, там, возможно, не полностью была сдана выручка. Но мы все понимаем, что у нас сейчас впереди 1 июля и вступление в силу федерального закона, где в обязательном порядке будут еще и защищены билеты специальными QR-кодами. То есть эта система будет только нарастать обороты. То есть мы планируем, что мы максимально уйдем от наличных денежных средств в автобусы. Да, это очень удобно, кстати, да. Ну и в Сочи достаточно серьезно уже поменялся подвижной состав автобусов. Ну, конечно, не весь. Вот как сейчас этот процесс продвигается, и вот насколько быстро, и коммерческие перевозчики тоже поменяют автобусы, потому что много остается еще на линии, да, старых автобусов. Да, действительно, за прошлый год достаточно много, особенно в адлерском направлении, мы поменяли общественного транспорта за счет именно коммерческих перевозчиков. Надо обязательно сделать акцент и сказать им огромную благодарность за это, потому что они меняют транспорт без какой-то бюджетной поддержки. То есть мы, ну, часто нам задают вопрос, вы куда тратите, наверное, бюджетные средства? Нет. Коммерческие предприятия осуществляют замену подвижного состава собственными силами. Но основной задачей, которая у нас есть на этот год, у нас есть муниципальные унитарные предприятия, Сочи Автотранс, и сейчас мы разрабатываем ряд мероприятий именно по замене подвижного состава муниципальных. Ну, насколько все знают, и жители, и гости, основная замена муниципального общественного транспорта произошла в периоде подготовки к Олимпиаде. То есть это 2012-2013 год, когда максимально 355 единиц было куплено для Сочи. Это достаточно большой объем. И теперь наша задача по происшествию уже, считайте, 7 лет, заменить в первую очередь общественный транспорт. Да, у коммерческих перевозчиков также будут менять транспорт и в этом году. Некоторые предприятия заменили уже на 75%. Есть небольшая особенность, мы не можем везде поставить из-за рельефа местности в городе Сочи автобусы в большой вместимости и с полной доступностью. Есть и места, в которые мы можем пускать наступы только малой вместимости. Конечно, полностью убрать такие автобусы с нашего рынка у нас не удастся из-за рельефа. Но мы тоже работаем над этим и, конечно же, смотрим максимально удобный транспорт, хотя бы чтобы он был оснащен кондиционером в летнее время, потому что для курортного города это очень важно. А что касается цифровизации общественного транспорта, она сейчас внедряется и в эту отрасль. У нас есть и мобильное приложение «Транспорт» сейчас для смартфонов. И все-таки цифровые табло, они продолжают работать на остановках. Давайте обо всем по порядку и о мобильном приложении. И об этих цифровых табло, как сейчас, может быть, расширится их количество или как-то? Ну, точнее, с табло. Да, их выставлено сейчас в городе порядка 167 уже. В этом году мы планируем еще установить порядка 20 табло на тех остановках, которые максимально востребованы пассажирами. У нас очень много происходит обращения. Если вы заметили, мы в конце года повесили бумажное расписание, потому что, согласно требованию закона, должно быть расписание на автобусных остановках. Мы стараемся его. И если приходят какие-то изменения, оперативно его точно так же корректировать на автобусных остановках. Ну, порядка 20 табло мы еще поставим и в этом году. Потихонечку надеемся, что придет модернизация на все автобусные остановки. Здесь же вопрос стоит и о возможности, чаще всего, электроэнергии, чтобы подключить это табло. Здесь точки подключения смотрим, чтобы было максимально удобно всем. Ну и, конечно, мобильное приложение, оно очень удобно, особенно когда приезжают гости. Сейчас мы внесли в это мобильное приложение, помимо расписания, еще стоимость проезда. И чем удобно в режиме реального времени, если, не дай бог, пошла какая-то техническая неполадка у автобуса, не может подойти замена, видно, что данного транспортного средства в данном графике нет, оно перечеркнуто, либо горит красным, что автобус не будет выполнять этот рейс. Конечно, тоже много предложений по его модернизации. Мы хотим открыть окна, чтобы можно было в данном мобильном приложении оставлять нам ответы, и мы могли отвечать на вопросы жителей, если они возникают. Но сейчас у нас работает телефон горячий линия в круглосуточном режиме, это 8-918-665-2665. Он уже порядка 10 лет существует в городе Сочи. Очень удобный механизм работы с населением и с гостями. Конечно, изначально звонков было очень много в первые 4 месяца, когда телефон для всех, не секрет, он находится у меня. Я забрала его с прямой линии, чтобы более владеть ситуацией, которая по-настоящему есть в городе. Но надеюсь, что в течение полугода мы максимально получим все замечания от горожан и гостей прибывающих, и потихонечку начнет зарабатывать уже диспетчерская служба в полном объеме, как есть. Пока мы отвечаем на звонки самостоятельно, департаментом. Скажите, а мобильное приложение много раз уже скачали, отслеживали вы статистику? Сейчас как раз есть небольшая заминка по нему, мы его усовершенствовали немножко. Буквально на днях, я смогу сказать более точную цифру, на момент модернизации воспользовались порядка 27 тысяч. Это вот с последнего обновления. Это уже неплохо, да. А теперь, что касается водителей, какие сегодня к ним предъявляются требования? Может быть, меньше стало жалоб или, наоборот, больше стали хвалить пассажира? Какова сейчас ситуация? Вы знаете, я всегда уважаю эту сложную профессию. Наверное, как никто, с огромным уважением отношусь к работе водителя, потому что сколько они общаются с населением, сколько настроения они переносят за режим работы. Конечно, мы возобновили еженедельные так называемые комиссии со всеми руководителями автотранспортных предприятий. Каждую среду в 10 утра мы собираемся в управление городского транспорта и рассматриваем с присутствием водителем, по которым достаточно много было по поведению, по неправильному вождению, по неостановке в неположенном месте жалоб. Конечно, рассматриваем все это коллективно, с присутствием водителей. К нам приходят также заявители, они уже знают, что у нас проводятся комиссии. Каждую среду, независимо, там, ну, бывают форс-мажорные обстоятельства, когда кладывается совещание, но комиссия все равно проводится, если не я сама лично, то моими заместителями. Конечно, количество жалоб, даже звонков сейчас уменьшилось. Основные требования к водителю, они никогда не менялись, это вежливость, это опрятный вид, у нас есть форма, к лету она сейчас немножко обновится, потому что зимой начинаем раздеваться, и водителей тоже. Объявление остановок, над этим мы сейчас работаем усердно, потому что все, кто приезжает к нам на курорт, конечно, не все ориентируются в автобусных остановках, это для удобства очень нужно. На муниципальном транспорте мы сейчас полную работу проводим, точно так же занимаемся с коммерческими перевозчиками. Конечно, дисциплина. Больше всего обращение – это за вечернее время отсутствия рейсов, либо несоблюдение расписаний. И, конечно, так как у нас «Формула-1» расположена, пошучу немножко, у нас очень грамотные, мужественные водители скоростной режим. Вот иногда мы так проскакиваем остановку, что, наверное, представляем себя гонщиками «Формулы-1», и с этим, конечно, мы сейчас принимаем максимально жесткие меры именно по соблюдению скоростного режима в черте, ну, в черте города в том числе. А есть что-то, что удалось искоренить уже, например, курение? Мне кажется, сейчас фактов стало практически к нолю стремиться уже, статистика. Появились другие жалобы, конечно, с курением в лучшем случае одно обращение, если в неделю поступает, но теперь стало так. Водитель остановился на остановке, вышел с автобуса, закурил, мы стояли, ждали его 3 минуты. Ну, говорю, ну, в автобусе курил? Нет, не курил. Долго стоял на остановке. Такие жалобы есть. Ну, и вторая категория обращений. Теперь водители бросают курить, начинают грызть семечки. Ну, вот это бывает беда, уже рекомендую всем, говорю, приходите на леденцы. Ну, то есть, тут есть своя специфика. Конечно, сейчас фактов курения в общественном транспорте значительно меньше. И я надеюсь, что мы окончательно поборем эту проблему. Ну, и полотенца, как вы все помните, и сезон, когда мы ездили все в майках. Конечно, сейчас наши водители совсем другого класса. Они у нас умнички, потому что столько, сколько они провели крупных мероприятий, наверное, ни в одном другом городе-крае, я вам скажу, с полной ответственностью. Наверное, никто столько не проводил, не видел столько гостей. Они молодцы, стараются. Да, действительно. Ну, еще один очень интересный вопрос, это формирование доступной среды в нашем общественном транспорте. Расскажите, пожалуйста, для каких категорий инвалидов сегодня пользоваться нашими автобусами становится, ну, вообще, очень просто? Ну, вы знаете, что мы практически во всех транспортах разместили таблицы Брауля. Это чтобы было для удобства. Мы возобновляем систему голосового сообщения, то, что я вам сейчас говорила. У нас весь доступный транспорт у муниципальных предприятий. Даже коммерческие перевозчики, которые приобретали в прошлом году транспорт, практически весь транспорт был куплен с обязательным оборудованием для маломобильных граждан. Это очень важно, потому что есть такое понятие, как достаточное количество, и мы, конечно, работаем над этим. Ну, теперь давайте поговорим о ремонте дорог. Насколько я понимаю, по разным программам и нацпроект у нас работает, действует в Сочи, в Краснодарском крае. Расскажите, пожалуйста, как продвигается у нас ремонт дорог в этом году? Ну, нам есть чем похвастаться. Мы приступили к ремонту дорог. В этом году мы отремонтируем более 86 объектов. Это свыше 72 километров в рамках БКД, только безопасной и качественной дороги. Это софинансирование федеральное и кровоое муниципальное. Мы приступили к подготовке дорог и к ремонту еще в конце ноября, начало декабря. По 25 объектам мы уже практически закончили работы. Сейчас в настоящее время у нас остаются такие дорожные знаки. Разметка делает эту дорогу красивую. На что мы сделали акцент в 2020 году? Конечно, больше всего дорог будет отремонтировано в Лазаревском районе. Это порядка 33 объектов по району. Меньше всего в центральной части это 9, в Адлере 21 и в Хосте 23 объекта. Это значительный объем для дорожного фонда, для дорожников. Нам есть чем похвастаться. В этом году мы закончим очень большую работу, которую начали в прошлом году. Каждая улица будет иметь паспорт. Это очень важно для всего, что касается паспортизации улицы. Все это будет в электронном виде. Мы будем видеть все знаки, все изменения, все, что делается на дорожном полотне. Для нас, как для дорожников, это очень важно, потому что очень часто задают вопрос, по какому принципу выбирается ремонт дороги, почему именно эту улицу начинают ремонтировать. Когда у дороги есть документ, когда у нее есть паспорт, мы знаем, когда на ней делался последний ремонт. На ней проводится лаборатория, мы знаем износ дорожного полотна, мы знаем текущее состояние дороги, что необходимо на ней сделать. И, конечно, это такой большой толчок для дорожной деятельности. В сочинстве принимали какое-то участие в формировании списков для ремонта дорог? В обязательном порядке. Особенно все, что касается улично-дорожной сети муниципальных дорог, в первую очередь брались все обращения, которые поступали в наш адрес, в адрес глав районов. Все эти объекты согласовывались со всеми главами районов в приоритетном порядке. Конечно, смотрели точно так же на все поручения, которые обращались в адрес президента Российской Федерации, губернатора обращений. Они комиссионно рассматривали все эти вопросы и принимали коллегиальное решение, какой объект, в каком порядке нужно в первую очередь ремонтировать. Но город Сочи уникален еще в том, что в этом году, как никогда, у нас очень много ползневых участков. Вы сами знаете, у нас была по ЧСУ на улице Новороссийское шоссе, сейчас шоссейная, которой мы приступим тоже к работе. Недавно совсем Альпийскую улицу мы переостановили движение общественного транспорта. Но видно дожди, сама систематика дала такой толчок. И, конечно же, приходится силы перекидывать именно для решения таких глобальных вопросов. Очень много ползневых участков в городе Сочи, но если мы систематически будем поддерживать эту работу, и будет такое финансирование, надо задать должное главе города Сочи, он огромный умничка в этом вопросе. Постоянно работаем с краем, с Министерством транспорта Краснодарского края. Потому что без дотации, без помощи, конечно, бюджетом это сделать не посильнее. Потому что дорожные работы достаточно дорогие. Успеем ли отремонтировать все дороги к старту курортного сезона? Не будет ли пробок из-за ремонтных работ? У нас, ровно так же, как у нас, как и у краевых, дорог, краевого значения федералов, есть задача, мы ее ставим себе сами, чтобы количество ремонта дорожного полотна закрыть к 1 июня. Почему мы так и спешим, даже в рамках БКД, максимально успеть уйти с дорожного полотна к курортному сезону. Это будет основной задачей после проведения всех этих работ. Следующая, ближайшая комиссия по БДД будет как раз посвящена организации движения на территории курорта. Мы будем рассматривать все очаги возникновения заторовых ситуаций в городе Сочи, чтобы максимально сократить их к притоку транспорта. В завершении нашей программы еще один очень интересный вопрос по реконструкции привокзальной площади. Расскажите, пожалуйста, уже павильоны начали сносить, активная работа ведется. Когда закончится ремонт и какой будет привокзальная площадь? Благодаря встрече Алексея Сергеевича с президентом компании РЖД Белозеровым, было принято решение о демонтаже павильонов. Мы все знаем, что они были построены к Олимпиаде. Практически они использовались в постолимпийский период. И, конечно, преобразится наша любимая всеми площадь перед РЖД вокзалом. Появятся всеми долгожданные парковки для временного остановки транспорта, для встречи гостей. За территорией автовокзала появится специализированная стоянка для такси. Точно так же свыше 130 парковочных мест будет на привокзальной площади. Она и сама будет очень красивой. РЖД работала сейчас очень долго над проектом. У нас появятся и зоны отдельные для отдыха, где можно подождать пассажиров. Появится дополнительная платформа для общественного транспорта, потому что для Сочи это самый главный транспортно-пересадочный узел. Как вы знаете, у нас приходит максимальное количество транспорта до пассажирского. Люди хотят со всех уголков города Сочи попасть на РЖД вокзал. Ну и, конечно, откроется вид самого вокзала как исторического памятника. Я надеюсь, что всем жителям это очень понравится. Досмотровые павильоны превращаются в груду металла обитого стекла. Рабочие уже разобрали большую часть построек. Олимпийская история ЖД вокзала Сочи уходит в прошлое. Павильоны были построены специально к зимним играм для досмотра пассажиров. После Олимпиады никак не использовались. Много лет о сносе только говорили. Окончательное решение было принято в октябре после встречи мэра Сочи Алексея Копайгородского с руководством РЖД. Договорились разобрать павильоны и благоустроить привокзальную площадь, установить лавочки, отделенить пространство и сделать парковку, которой вокзал лишился из-за тех самых павильонов. Появятся места для стоянки личного транспорта, порядка 130 парковочных мест, как с данной стороны вокзала, то есть если мы будем смотреть со стороны вокзала так, и вместо 4-го павильона, который находится за зданием автовокзала, тут будет парковка долгосрочная, где можно будет оставить машину, либо когда вы приезжаете встречать гостей. Найдется и место для такси. Машины смогут парковаться за автовокзалом. Там будет порядка 50 мест. Чтобы и парковка для такси была, и для людей, которые приезжают, уезжают, чтобы могли парковать машину. А где парковка за дорогой туда, людям неудобно, с чемоданами, как таскать. А давным-давно надо было открыть все это. В районе ЖД вокзала всегда много людей и машин. В проекте реконструкции учли вопросы безопасности. Потоки пассажиров и транспорта будут разведены. Действительно, они уже не нужны. Они просто занимают место. Если этот павильон мы снесем, образуется здесь площадь. Почему? Потому что, посмотрите, здесь какая пробка сейчас состоит. И транспорту некуда становиться. Мы действительно можем поставить сюда общественный транспорт, он будет заходить. И в то же время люди смогут выезжать без препятствий. Изменится и схема движения общественного транспорта. А теперь делать пересадку пассажирам в районе вокзала будет гораздо удобнее. Мы планируем пересмотреть, чтобы все автобусы, которые идут в сторону ЖД вокзала, имели возможность доезжать на привокзальную площадь. Для этого нам нужна дополнительная платформа. Рабочие демонтируют только три павильона из четырех. Один, тот, который работает и сейчас, останется на прежнем месте. Но выглядеть будет совсем по-другому. Конструкцию планируют сделать легкой и прозрачной, чтобы не закрывать фасад вокзала, который является памятником архитектуры федерального значения. Это здание историческое у нас в Сочи, поэтому нужно показывать, как раньше люди приезжали, смотрели. А вот эти вот поставили, досмотры, и люди ничего не видят. Конечно, нужно убрать и показать красоту нашего вокзала. Работы по реконструкции вокзала планируют завершить к лету. Кстати, в планах обновить здание почты рядом с автовокзалом и заменить надпись «Вокзал», чтобы стиль букв также вписывался в единую концепцию. Ну и вы видели, что по улице Горького совместно с собственниками краевых дорог и здесь Черноморье мы начали принимать примитивные меры. Мы стараемся удлинить островки безопасности, дабы исключить развороты транспорта в неположенных местах. Тем самым точно так же исключить заторовые ситуации. Ну и убедительная просьба всех приезжающих к нам гостей и местных жителей, так как общественный транспорт – это, наверное, социальный вид транспорта, быть взаимовежливыми и очень огромная просьба не бросать и не оставлять даже кратковременно свои личные машины на автобусных остановках, потому что чаще всего страдают наши родители, бабушки, дедушки, которые не могут выходить на проезжую часть, а если остановка у нас заставлена личными машинами, автобус не может туда подъехать. И, конечно же, это небезопасно. Я вот прошу быть всеми заверными, вежливыми, а мы будем стараться, чтобы у нас движение было максимально свободным по нашим дорогам, качественным и безопасным. Да, спасибо большое за беседу. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми сегодня живет город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. До встречи в эфире.